Всем большой привет! Всем здравствуйте! Спасибо большое, что зашли на это видео. Я вас приглашаю сегодня поговорить немножко не совсем о косметике, но о очень интересной теме. И это будет тема парфюмерного видео. На эту идею натолкнули меня мои зрители, которые запрашивали немного поговорить про ароматы. Те, кто, наверное, давно смотрит мой канал, уже знают, что я достаточно большой любитель парфюмерии. Я коллекционирую одну марку. Меня связывает очень много эмоционального с конкретно этими парфюмами. Но сегодня речь пойдет не о них, а я хочу поговорить немножко про ароматы, которыми я максимально пользовалась этой зимой. Несмотря на то, что уже конец зимы, но все равно я думаю, что это видео именно покажет тех любимчиков, которые я однозначно могу посоветовать. И некоторые, возможно, и для вас окажутся чем-то новеньким, любопытным. И, возможно, захотите также попробовать. Сразу быстренько оговорюсь, все мои 8 ароматов немножко в чуть более высокой ценовой категории. И поэтому я предупреждаю сразу, что лучше попробовать купить маленький пробничек и понять, подходит ли вам этот аромат, как он на вас сидит, как он на вас раскрывается. Я буду говорить только про свои ощущения, впечатления, то, как я это вижу. И здесь не будет никакого порядка, то есть я просто буду брать то, что попалось под руки и это описывать. Ну что, давайте начнем. Итак, ребята, хоть никакого порядка и не будет, но однозначно я хочу начать с аромата, который я всегда, уже, наверное, на протяжении 5 лет, не меньше, достаю на зиму. Всегда он у меня есть, он в моей коллекции такой несменный мой проводник. Я его просто очень-очень берегу и уважаю. Это однозначно мой зимний аромат, который я просто очень люблю на более прохладное время и который, повторюсь, да, я берегу, потому что, к сожалению, он снят с производства. Да, как бы печально это ни звучало. И сейчас я хочу поговорить про вот такой вот аромат. У меня здесь 50 мл. Это у меня номер один, это Том Форд. Том Форд, линейка Private Blend и аромат называется Шанхайская Лилия, Шанхай Лилый. Вот такая вот маленькая бутылочка. Этот мой спутник, который со мной путешествует, ездит очень часто, везде, всегда. Да, и только зимой я его, ну, может быть, еще прохладной весной или осенью я его вижу, но однозначно это мой единственный неповторимый зимний аромат, который я просто боготворю. Да, я не знаю, что я буду делать, когда у меня закончится эта баночка. Том Форд, шанхайская лилия, это аромат, посвященный шелковому пути. В те древние времена, когда по шелковому пути шли караваны, связывающие Восточную Азию со Средиземноморьем. Это, конечно же, путь всех специй, шелка и ароматов из Китая. Это самый настоящий аромат, который просто, не знаю, будоражит мое сознание, мозг. Определенно самый лучший, который я когда-либо пробовала у Тома Форда. Да, мне кажется, здесь он превзошел себя. Я не знаю, как так получилось, но мне кажется, это лучшее то, что я пробовала. Шанхайская лилия, аромат очень пряный, спецовый, томный, тягучий, сладкий. Он просто теплый, такой вот согревающий, именно в зимнюю погоду. Летом я его, к сожалению, практически не вижу. Он может задушить, потому что его нотки чуть-чуть уходят в какое-то такое ретро. Но это ретро не на грани, это ретро не убьет, не задушит. Оно очень своеобразное. Аромат действительно имеет характер. Он прямо такой вот, знаете, горячие специи во флаконе. Вот я не знаю, как еще передать, но это на самом деле очень-очень красивый. Потрясающий аромат, мне кажется, он великолепен. Здесь мощный состав, куча всяких ингредиентов. И в основном, на мой взгляд, это более такие теплые, горячие специи. Такие как гвоздика, кардамон, перец, вот что-то такое теплое. Я не знаю, почему, но мне кажется, это не совсем вот как бы про шелковый путь. Мне почему-то шелковый путь кажется более специи вот Юго-Восточной Азии, насколько я там была. На мой взгляд, это более какие-то прохладные специи. И будет аромат, который я бы назвала больше, наверное, подходящим под это описание. На мой взгляд, здесь же больше вот пряности именно стран Аравийского полуострова. Вот даже какая-то Индия, вот что-то типа того. Это очень такие вот, знаете, есть разница в специях. И здесь они очень горячие, жгучие и согревающие. Потрясающий аромат, просто навевает мне мысли в караване с верблюдами, полностью загруженными, с пряными специями, ароматными маслами, высочайшего качества шелками. Ну, в общем, да, здесь вот ваше воображение действительно может унести вас так далеко. И аромат шанхайской лилии, кстати, не содержит как ингредиент лилию. Здесь нет этих цветов, они прекрасно чувствуются, это не какая-то такая вот, знаете, лилия, которая там слишком химозная, перебивающая. Нет, это просто вот величайшая лилия, очень натуралистичная, очень мягкая, присыпанная специями, такая вот бархатистая. Мне кажется, нереально красивая, очень красивый аромат. Невероятно то, что все эти специи просто создают вот это воображение у вас, эту лилию, ваш мозг реально понимает, что пахнет лилией, хотя ее нет в составе. Я не знаю, я просто преклоняюсь перед Томом Фордом, мне кажется, это лучшее его вообще творение. Это, по-моему, что-то невероятное. Если у кого-то есть, пожалуйста, напишите, как вам шанхайская лилия, я считаю, он должен ее вернуть, это просто величайшее творение. И я очень хочу найти этот аромат действительно в большом флаконе, где-нибудь попробую, если увижу, обязательно куплю. Но если вы не пробовали, то я знаю, что на многих различных сайтах можно купить эти отливантики. Мне кажется, даже отливанта может, в принципе, на всю зиму хватить. И я однозначно рекомендую этот аромат зимой на затест. Второй аромат, который я хочу сегодня показать, и я тоже частенько его достаю именно зимой, это тоже абсолютно мой такой зимний фаворит. Я его иногда ношу и осенью, и весной, и летом, как-то пару раз выгуливала, но мне, честно говоря, летом больше нравится что-то такое освежающее. Тем более вот в нашу летнюю погоду, в которой 45+, то, конечно, это вообще не звучит. То есть это больше на какое-то такое более прохладное время, в каком-нибудь умеренном климате. Так, второй аромат. Будет еще один том форт, который, да, простите, что у меня такое обилие большой томов, но это действительно то, что я использую, то, что я всегда достаю. И на этот раз это будет самый противоречивый аромат Тома Форда, который называется Lost Cherry. Да, вот эти двойственные названия у него, но в Lost Cherry я скажу, все-таки аромат, посвященный одной ягоде, и это будет вишня. Здесь, мне кажется, самая хорошая, самая прекрасная, самая натуральная вишня, которую я когда-либо пробовала. Она не настолько химозная, она не слишком компотная, она не слишком сладкая. Она очень ладная в этом аромате. Мне кажется, что это какая-то вот такая пьянящая вишня. Очень приятная, теплая, согревающая, уютная, создающая комфорт. Такая вот прекрасная в носке с великолепным шлейфом. Ну, просто здесь все это есть. На старте я чувствую просто бабушкин пирог с вишней. Вкусный такой, с печки, знаете, такой прямо с большим количеством вишни, вишневого сиропа, джема. Очень мне это все нравится, конечно, это звучит здорово. Но вишня, кстати, не слетает, она вот сидит очень монотонно на протяжении всего времени. И она больше, наверное, имеет вот эти вот грани. Она превращается из более сладкой вишни в более такую вот пьянящую ликерную вишню. Здесь чувствуется какой-то такой, знаете, вот временами как будто бы алкоголь. Я не знаю, какой-то вот бренди вишневая что ли, или коньяк. Я не совсем разбираюсь в алкогольных напитках, но мне кажется, что-то вот такое вот есть, какой-то вот это вишневое, вишневый крепкий напиток. Мне кажется, вишневая бренди она называется. И вот я чувствую именно вишню в таком вот хорошем ликерном исполнении. Ну и в конце раскрывается самая третья новая вишня в этом аромате. Это больше кальянная, дымная, очень такая приятная, вот именно кальянная дымность. Какой-то косточки вишневой, очень красиво. Это всегда все согревает, это невероятно здорово звучит на свитерах. Я просто обожаю. Это самый комплиментный аромат. Его все понимают, его все признают. Чувствуют эту вишню, говорят, как вкусно пахнет. Ну вот, то есть вы однозначно никого им не напугаете. И я читала, что вроде как в аромате нет шлейфа, но на мой взгляд шлейф есть. И достаточно стойкий аромат, потому что я на волосах как минимум его два дня могу вообще у себя ощущать. Ну, короче говоря, да, вот эта вот вишня, очень ее люблю. Вообще обожаю этот аромат. И он, конечно же, однозначно в моих любимчиках. Так, теперь давайте перейдем еще к двоим моим любимчикам. Уже другая марка будет. И я тоже достаточно часто на канале у себя ее упоминала. И я ее очень люблю, хотя сейчас как-то мало использую, мало покупаю. Раньше, пока я жила в Европе, мне кажется, я постоянно что-то покупала от марки Монталь. И в этой подборке я хочу поговорить про два аромата. Первый из них это будет Монталь Sweet Peony. Вот такой вот маленький у меня флакончик есть, 20 мл. И я однозначно хочу купить себе соточку. Sweet Peony аромат о пионе. И здесь самый женственный, самый приятный. Теплый пион, очень ароматный, бархатный, успокаивающий, удобный, греющий, чувственный, приятный. Я даже не знаю, сколько всего можно передать. Это очень кокетливый аромат. Такой вот поистине женский, мне кажется, в лучшем своем слове. Мягкий черный кофе с персиковым сиропом. Такая какая-то бархатная роза на столе. Вот эта вот приятная атмосфера, солнечный свет. Все очень слаженно, все очень как-то мило, успокаивающе. Вот знаете, такая вот приятная какая-то атмосфера воскресного дня. Я вот не знаю, почему мне кажется этот аромат однозначно хорош для выходного дня. Даже, я бы сказала, для праздников. Я его ношу вообще постоянно. Я его очень люблю. Я не знаю, мне кажется, это самый, опять же, аромат, который собирает максимум вопросов и комплиментов. Он очень понятный, он очень женственный. Вот максимальная женственность, он очень благородный. И звучит он как-то так хорошо, сбалансировано. Действительно раскрывается и пион, и розочка, и какой-то персик. Я вроде бы там читала, что и кокос есть в составе. Я его не чувствую, но вся вот эта композиция, она в этом мантале не меняется. То есть она сидит очень так одной нотой, но это очень красивая, хорошая, слаженная нота. Мне кажется, это достойный аромат для молодых девчонок. Ну, я как бы уже не молодая девчонка, но все равно мне очень нравится его носить. Я благодарна консультанту, которая посоветовала мне этот аромат, когда я была в бутике в Париже в мантале. Девушка-консультант сказала, что это аромат, вот она меня так видит. Я очень ей благодарна, что она подобрала мне его. Сперва он мне показался слишком сладким, но это не такая оглушающая сладость, как она бывает у мантали. Здесь, да, она есть, но она какая-то более такая вот слаженная. Она в меру сладкая, но она очень-очень приятная. То есть вот этот пион, он прекрасный. Я не знаю, я очень люблю этот аромат. Он для меня очень комфортный, очень такой согревающий, и в то же время очень успокаивающий. Вот я себя с ним чувствую достаточно уверенно, потому что я знаю, что я никого не напугаю, не будет непонятных взглядов, и это очень такой, да, вот для меня комфортный и приятный манталь. Еще один аромат от марки Мантали, который уже немножко больше может напугать окружающих вас людей. Но однозначно, если вы не боитесь чего-то более дерзкого и резкого, то я его рекомендую к затесту. И сейчас я говорю про вот такую вот бутылочку. Это Рестретто Интенс Кафе. Это экстракт, парфюмированный экстракт. Немного новая версия у Манталь. У меня здесь бутылочка в 50 мл. Кстати, они немногие свои ароматы продают в таком объеме. Но у меня есть Интенс Кафе. Он тоже мой любимчик. Я его просто решила не показывать, потому что тот аромат я ношу вообще постоянно. Рестретто Интенс Кафе я достаю только зимой. Да, здесь уже более есть такая вот характерная мужская черта. Здесь очень хороший такой задористый мускус. Здесь такая утренняя чашка кофе. Прямо бодрящий, такой прямо задорный. Он сладкий, но в то же время он терпкий, он резкий, он отрезвляющий. Он такой прямо мощно кофейный. Здесь нет красивых нот кофе, как это можно представить. Но вся композиция немного заявляет чуть больше о кофе, чем в версии Интенс Кафе. Мне он тоже импонирует. И я его люблю, конечно же, больше на зиму, потому что на мне летом он очень-очень уходит в этот мускус, который слишком окисляется и становится таким прямо вот лотками, про которые там кошачьи там иногда говорят. Но здесь я скажу, да, здесь просто прекрасный, слаженный на зиму букет из розы. Зимний такой вот образ из черного сладкого кофе и розовой карамельки. Да, я не могу от этого отделаться. Аромат немножко трансформируется, становится чуть мягче со временем. Уходит от звучания кофе больше к розовой сладости, такой вот какой-то мускусности. Что-то иногда отдаленно уже там, когда совсем сходит розовый мускус напоминает того же Монталя. Но однозначно аромат такой, вы знаете, для хорошего старта дня, для хорошего утра и для любителей, мне кажется, данной марки. Да, шлейф у него здесь прекрасный, на мой взгляд. Он очень маслянистый. Сам аромат у меня даже иногда забивался вот в этом пульверизаторе, потому что он настолько тягучий, плотный. Надо очень, кстати, быть аккуратным, внимательный с одеждой, потому что если он туда попадет, то все, это, конечно, масло вы потом вообще не смоете. Но я, как повторюсь, для зимы, мне кажется, идеальный товарищ. И, кстати, не только на женщине, но также и на мужчине. Далее, следующий аромат. Я надеюсь, вы еще там со мной и не заснули. Я постараюсь побыстрее уже рассказывать. Это все будут оставшиеся ароматы. Моя стандартная такая подборка из моих любимых ароматов от Умуаж. И это то, что я зимой всегда ставлю вперед на полочку. То есть у меня есть специальная полочка в шкафу, в которой припрятаны все мои Амуажи. И я их варьирую в зависимости от времени года, от настроения. Так вот, зимой вот эта вот четверочка, она всегда стоит у меня на первом плане. Первый аромат, который тоже для меня абсолютно точно, он зимний. Он практически весенний, но я скажу, что я еще, конечно, им попользуюсь. Но как только температура перевалит за каких-нибудь 25 градусов, я его точно уберу. Итак, у меня здесь вот такая вот коробочка. Это мой Амуаж 50 мл в размере под названием Лайла Клав. Аромат совершенно не новый, в невероятно красивом Very Perry, как мне кажется, от Pantone этого года. Да, здесь просто аромат самой настоящей и самой красивой сирени. Не совсем, конечно, это будет сирень, которую вы можете представить. Не какой-то там дзиндер с сиренью, там вот типа того. Нет, здесь очень гурманская, очень качественная, очень необычная сирень. Аромат сам по себе очень пудровый, очень цветочный, очень сладкий, очень богатый, мощный, такой вот прямо внушительный, густой и даже, я бы сказала, сухой. Летом я его совершенно не вижу. Если вы, я как-то его носила летом, он может пережить жару, но в микродозах, если вы будете его наносить так достаточно активно, то задохнетесь, получите головную боль. И просто, мне кажется, окружающие сойдут с ума. Здесь очень свежая, красивая сирень, но также здесь очень внушительная горсть какао, в которой находится данная сирень. Шоколад и сирень переплетены настолько плотно. Это очень хорошая, такая вот действительно богатая композиция, необычное сочетание. Обожаю этот аромат, он очень согревающий, завущий, такой вот прямо цветочный, женственный. И в то же время как будто бы гурманский сладкий, но очень-очень сбалансированный. Прекрасный состав для того, чтобы поднять плохое настроение. У него феноменальный шлейф, он очень громкий, он очень такой завущий. Многие про него интересуются, спрашивают, задают вопросы. Но я скажу, да, что если вы не боитесь вот такой вот прямо пудровости, которая может вызвать хрипотож в горле, то однозначно попробуйте Лайла Клав. И мне кажется, в микродозах это просто шикарный аромат. Очень его люблю. И это такой вот мой зимний фаворитик. Следующий аромат это Умаш, который я тоже периодически достаю. Но я скажу, что я и летом его частенько тоже ношу. Но мне в основном он нравится зимой, потому что для меня это очень рождественское новогоднее настроение, передающееся в одном флаконе. У меня как-то был обзор на все четыре новинки вот эти от Умаш. И сейчас я говорю про линейку Renaissance Collection. И у меня здесь Crimson Rocks. Аромат в 100 мл. Я сразу поняла, что не надо мелочиться с ним. Багровый флакон, прекрасное исполнение, с винной крышкой. Crimson Rocks. Это просто самая красивая медовая вишня, роза в корице. Просто вот такой вот новогодний праздник. Какой-то вишневый пирог, мандарины, костер. Все вот что-то типа того. Очень-очень красиво. Это немножко такой аромат противоречия. В нем содержатся очень разные как будто бы ноты. И вот это, наверное, из тех хороших представителей марки Амуаш, которая трансформируется в разное настроение. Которое действительно раскрывается очень красиво. Это аромат, у которого есть звучание, у которого есть сердце. Очень соблазнительный, очень гурманский, сладкие специи, имбирные пряности. Такое вот поднимающее настроение. Какой-то такой бодрящий тоже, окутывающий. Ну, просто аромат праздник. Я знаю, что некоторым он не очень нравится за счет того, что здесь ярко слышится корица. Она на протяжении всего аромата достаточно так бодро звучит. Но, как по мне, это очень складно, очень ладно. Здесь есть прекрасная роза, которая более приперченная. Но она все же такая вот мягкая иногда на подпевках. И я чувствую здесь такую вот более деревяшистую вишню, как наподобие в аромате Lost Cherry. Но здесь она немножко другая. Это абсолютно другая такая тенденция муажей. Вот в эту деревяшку. У них, я скажу вообще во всех ароматах, отличительная черта. Если вы много пользуетесь муажем, по базе вы абсолютно спокойно можете их отличить от других ароматов. У них есть определенная вот эта дымчатая база. Такая вот восточная, древесная, очень интересная. Но практически во всех ароматах также и в этом она присутствует. Обожаю этот аромат. Это, конечно же, прекрасная подборка на зимние праздники. Очень тоже согревающий. В нем есть и сладость, и остринка, и прохлада, и теплота. Аромат просто настроение, да. Аромат способен вас как-то пробудить к жизни. Согнать хандру. И, в общем-то, не знаю, я очень ценю его. Я не скажу, что я им могу пользоваться вот почти каждый день. Но под настроение однозначно моя рука к нему очень часто тянется. Предпоследний мой аромат это муаж, про который я хочу поговорить. И это тоже одна из моих новинок, которые я покупала в прошлом году. Я хочу поговорить про вот эту вот большую баночку. Еще один аромат в размере 100 мл под названием Materia. Material это тоже запуск, по-моему, в осени прошлого года. Моя любимая Сесиль Заракян. Я ее очень люблю и уважаю. Ее ароматы просто, вот, мне кажется, одни из самых лучших. И она является автором Materia, которая тоже невероятно круто и ладно слышится именно, как мне кажется, зимой. Я ее носила и осенью. Я буду пробовать этот аромат и летом однозначно. Но Material это аромат про самую красивую, самую теплую, душевную, бальзамическую смолу, которую вы можете когда-либо найти. Это самая настоящая Ода Смоле. Несмотря на то, что аромат заявлен как Ода Ванили, я бы все-таки назвала здесь больше именно вот этих смолистых, таких вот пленительных, обволакивающих нот. Очень сладко-дымный, очень приятный, очень такой укутывающий, обволакивающий. Вот прямо такой, знаете, как вот теплый плед. Камин и чашка какого-то вкуснейшего напитка. Зимний вечер. Вот это все про Materia. Невероятно разные лица ванили здесь сочетаются в нем. Он очень характерный и действительно такой древесно-сладкий. Вот если вы любите что-то из этой серии, однозначно, мне кажется, надо попробовать Materia. Может трансформироваться от более густого к более такой вот даже как сладостной ванили. В плане как бы даже как выпечки. Я слышу вот эти разные в нем превращения. Но мне кажется, он действительно очень такой вот зимне-успокаивающий и расслабляющий. Не знаю почему. Тоже очень люблю этот аромат. Вот это ваниль и смола, бальзамика играют в какую-то колыбельную для моего мозга. Я просто боготворю и очень-очень его люблю. Тоже часто, кстати, вот пользуюсь. И рука моя, мне кажется, даже чуть больше тянется, чем Crimson Rocks. Здесь больше какого-то такого спокойствия. Crimson Rocks, он больше, наверное, такой бодряще, какой-то такой вот игривый. Здесь это такое что-то очень спокойное, плавное, благородно-стабильное. Я не знаю, почему я так много сегодня каких-то прилагательных употребляю, но я очень надеюсь, что я объясняю хоть как-то понятно про эти ароматы. Да, так что вот эта смолистость, бальзамика и древесность просто прекрасно сочетаются в этом флаконе. Обожаю и очень люблю. И последний мой аромат в подборке. Я тоже хочу отдать определенное ему место. Это абсолютно точно не является новинкой, но это однозначно такая вот классика марки Amoage. Если вы ее любители и ценители, мне кажется, все однозначно знают этот аромат. Он часто, кстати, мелькает где-то. И я долго шла к его покупке, потому что у меня были с ним сложные отношения. Но после нескольких затестов я все-таки поняла, что мне он нужен. И мне кажется, я не прогадала. Я сейчас хочу поговорить про вот такую вот красивенную коробку. У меня здесь 100 мл. Это аромат под названием Epic. Аромат, заключенный в изумрудный флакон. Самый необычный, самый, наверное, противоречивый, опять же, аромат от Amoage. Но, на мой взгляд, это еще один шедевр от Cicille. Аромат с мелодией Twin Peaks. В начале сериала играет прекрасная музыка, которая однозначно олицетворяет для меня вот этот аромат. Он очень нестандартный, он меланхоличный, он такой холодный, пленительный, хвойный, богатый. Он какой-то такой породистый. Вот знаете, это аромат как будто бы хвойного леса, перемешанного немного с лиственным. Как будто бы вот прошел дождь, и в лесу очень влажно. Вы идете, там вот этот мох влажный, в ноги проваливаются, тут какие-то коряги, валуны торчат. И вот, в общем, все это такое вроде мрачное, но очень освежающее, приятное, прохладное. Вот именно такая пора после дождя, лес оживает, какие-то птички поют, вроде как и солнышко проглядывает. Но это все-таки больше про, наверное, какую-то такую вот немножко грустную историю. Немного как будто бы про тоску какую-то, меланхолию. Вот такую грусть, но маленькую. То есть это не депрессивный аромат, но он однозначно очень такой вдумчивый, на мой взгляд. А здесь нет стандартных вот этих вот сладких, цветочных каких-то ароматов. Здесь нет никакого взрыва, но здесь однозначно присутствует очень холодная, специевая роза. Такая вот, знаете, прямо как будто бы хвойная, мрачная. Да, вот лес. Мне представляется хвойный, мрачный лес, когда я ощущаю этот аромат. Но он очень красивый. Вот он под настроение, вы не хотите какого-то аромата праздника. Мне кажется, это однозначно надо попробовать. Если вы не любите какие-то более цветочные, кричащие ароматы, содержащие стандартный набор розы, ванили и чего-то прочего, мне кажется, надо однозначно затестить Эпик, потому что он очень неповторим, он очень своеобразный. Здесь чувствуется такой красивый специевый набор, но более холодных специй. Таких как вот кумин, опять же перец. Но вот на мой взгляд, вот именно так пахнет в Юго-Восточной Азии больше, чем в Шанхайской Лилии от Томфорда. Мне кажется, вот это вот именно юго-восточные специи, более прохладные, более такое вот как китайские блюда. Не такие теплые, не согревающие, они действительно колкие даже иногда. И сам аромат очень прохладный. Слышится как в жару, так и в холодное время года. Я не знаю почему, но мне очень нравится его носить. Я чувствую в нем такую, знаете, в раскрытии красивую хвойную розу, очень такую породистую, как будто бы покрытую инием. И это все вот в хвойном красивом влажном лесу с корягами. Вот, я не знаю, мне кажется, величайшее тоже творение. Очень необычный, очень нестандартный и однозначно очень красивый аромат. Но надо обязательно тестировать перед покупкой, потому что действительно он не всем, я знаю, приходится ко двору. Я его вижу как на мужчине, так и на женщине. Мне кажется, это нереально красиво. Слышала, что кто-то говорит, пахнет сыростью. Как по мне, ну не совсем. Может быть, конечно, вот есть какие-то такие поначалу отпугивающие ноты сырого, непрогретого дома, деревянного. Но мне кажется, нет. Все-таки он очень красиво трансформируется. И однозначно этот аромат является моим таким спутником не только на холодное время, но также и на лето. Абсолютно точно для освежающего бриза я его очень-очень рекомендую. Ну что, ребята, я надеюсь, вы там не заскучали. Я постаралась максимально быстро пробежаться по ароматам. Я про них могу, конечно же, очень долго рассказывать, размусоливать, там эти свои впечатления. Но хочу поблагодарить всех тех, кто оставлял запросы. Я надеюсь, я выполнила вашу просьбу. Буду рада, если поделитесь и вашими любимыми ароматами на зиму. Что вы мне можете посоветовать, исходя из моей подборки. Также интересно послушать и ваше мнение про эту несменную мою зимнюю восьмерку. Ну а я на этом с вами, конечно же, не прощаюсь. Я желаю вам только самого хорошего настроения. Всем ароматного вечера и самого-самого крепкого здоровья. Скоро увидимся. Всем пока!